Добрый день, с вами Science Daily, новости науки и космоса. Частная американская аэрокосмическая компания Blue Origin сделала еще один большой шаг на пути к туристическим полетам человека в космос. Компания, которой руководит основатель Amazon Jeff Bezos, 14 января запустила свой первый модернизированный космический корабль New Shepard в беспилотный суборбитальный испытательный полет. Космический корабль стартовал из западного Техаса. По данным Blue Origin, капсула New Shepard достигла максимальной высоты более 106 километров. Это выше традиционно признанной границы космоса в 100 километров. Ракета и капсула успешно приземлились на некотором расстоянии друг от друга. Ракета-носитель приземлилась в обозначенной зоне приземления рядом со стартовой площадкой. А капсула мягко опустилась под парашютами примерно через 10 минут после старта. Этот испытательный полет 14-й по счету в программе New Shepard. Он был особенным. В нем участвовали новые ракеты-носители капсула. Blue Origin назвала новую капсулу RSS First Step, а RSS означает «многоразовый космический корабль». Как утверждают разработчики, в новой капсуле улучшена акустика и регулировка температуры внутри капсулы. А также добавлены динамики с микрофоном и кнопка для разговоров на каждом пассажирском сидении. В капсуле всего 6 сидений. Одно из которых в ходе испытательного полета занимал манекенская Walker, который уже летал во время предыдущих испытательных миссий New Shepard. Напомним, компания Blue Origin разрабатывает свой многоразовый космический корабль для суборбитальных туристических полетов. На данный момент в рамках испытательных миссий корабля было проведено множество научных экспериментов. Но пилотируемые миссии еще впереди. Хотите быть в курсе последних новостей из мира науки и космоса? Подписывайтесь на наш канал. Пока! Продолжение следует...